Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и вы на моем YouTube-канале. И сегодня у нас с вами снова будут законы управления реальностью. Сегодня я расскажу вам о том, каким образом наши слова создают нашу с вами жизнь. Решила назвать эту тему просто «Волшебные слова». Мне кажется, что мы очень мало уделяем внимания тому, что говорим, и на самом деле зря это делаем. Поэтому сегодня мы рассмотрим с вами эту тему вдоль и поперек, и вы начнете гораздо внимательнее относиться к тому, что говорите, ибо поймете то, что вы говорите, то с вами и происходит. Но перед тем, как мы с вами приступим к нашей теме, я хочу вам рассказать о своей книге, которая называется «Как изменить книгу за одну жизнь», которую вы можете прямо сейчас, ну точнее после окончания видео, скачать под этим видео по ссылке. И как послушать в аудио варианте, я начитала ее сама, так и прочитать ее. Эта книга поможет вам очень быстро научиться создавать свою реальность и получать от жизни удовольствие и все, что вы сами пожелаете. Я хотела поговорить сегодня с вами о наших словах. Мы с вами произносим каждый день огромное количество фраз, вроде «Ой, как я устала», «Ой, как мне тяжело», «Ой, у меня болит голова», «Ой, такая сложная жизнь», «Ой, не знаю, что поделать», «Ой, бедные мы несчастные», «Ой, пожалейте меня кто-нибудь». И, конечно же, огромное количество наших слов, во-первых, просто проходят мимо нас, то есть мы сами их не понимаем. Например, чего только стоит одна фраза «Ничего себе», «Ничего себе», «Стерто, стерто». Только вдумайтесь, что вы себе желаете. Представьте себе на секунду, что вы являетесь волшебником и что абсолютно каждое слово, которое вы произносите, только усиливает и притягивает то, о чем вы говорите. Например, когда вы говорите своему ребенку «Бедная ты несчастная», или когда вы произносите про себя «Я болею», «Я плохо себя чувствую», «У меня нет сил», «У меня нет энергии», «У меня отваливается голова», «Стерто, стерто». Даже произнося эти фразы здесь, вам, перед камерой, вроде бы как понимая, что я их просто проговариваю, я все равно закрываю их фразой «Стерто, стерто». Потому что я не хочу, чтобы мое сознание, а тем более подсознание, втягивало эти слова. У меня на это стоит фильтр, фильтр. Я очень серьезно слежу за тем, какие слова проходят. Помните, мы с вами смотрели, точнее, я вам записывала видео, которое было про тетю Глашу, мы говорили с вами про сознание и подсознание. Если вы не смотрели это видео, обязательно его посмотрите. И ваша задача создать должностную инструкцию для тети Глаши, для того, чтобы она очень внимательно фильтровала каждую, повторюсь, каждую мысль, которая есть в вашей голове. Ваша мысль рождается через слово. Она появилась у вас, и вы ее произнесли. Так вот, огромное количество слов вы произносите про себя. И если вы посмотрите на свою реальную жизнь, то вы по факту увидите, что с вами происходит то, о чем вы постоянно говорите. И всякий раз, когда вы пересказываете какую-то дурацкую историю, грустную историю, тяжелую историю, трагическую для вас своим друзьям с целью, чтобы вас пожалели, или рассказать, какой у вас плохой мужик. И вот вы всем подругам это рассказали, все это в пространство впустили. Вы говорите это с таком, ну, как бы не придавая этому особого значения. Вам же нужно о чем-то поговорить. Вам нужно, чтобы вас пожалели. Вам нужно, чтобы вас где-то поддержали. Вам вообще нужно как-то просто это время потратить. В результате вы еще больше все это укореняете в своей жизни и попросту не даете никакому другому ростку пробиться. Каждое ваше слово имеет силу. И вы можете это легко проверить. Как это сделать? Представьте себе, что вы говорите фразу «я плохо себя чувствую». Вы ее произнесли на сознательном уровне. Вы же помните, что у нас есть с вами два уровня. Сознательный и подсознательный. Разделим эти уровни чертой. Это наше сознание. То есть, я понимаю, о чем я говорю, подсознание. Я так думаю и понятия не имею, почему я уже так думаю. Это аксиома. Теорема, не требующая доказательств. Итак, на сознательном уровне вы говорите «я устала». Я устала. Произнесли это еще раз, еще раз, еще раз и еще раз. Попробуйте такое произнести, да? «Я плохо себя чувствую». Когда вы это произнесёте какое-то количество раз, а вы можете это сделать в качестве эксперимента, единственное, что бы я рекомендовала вам экспериментировать на хорошем, произнести, например, «Я чувствую себя заряженной», произнесите это в течение пяти минут, не переставая, и вы увидите, что в какой-то момент, и вы почувствуете себя именно так, несмотря на то, что до этого могли чувствовать себя абсолютно иначе. Ваш мозг программируем, и он легко впитывает то, что вы ему говорите. Главная проблема нас, как людей, это то, что мы совершенно не фильтруем, что мы говорим. Мы произносим огромное количество фраз. «Устала», «не могу», «бедная», «не получается». Фразы вроде чего-то такого не имеющего смысла, они наполняют ваш лексикон и в результате создают вашу жизнь. Конечно, вы можете поставить диктофон, например, и записать свой разговор с подругами, затем анализируя его, а что я вообще произношу, о чем я общаюсь, как я позиционирую себя. Люди часто говорят, «Ну, это же реальность, у меня действительно нет денег, я действительно себя плохо чувствую». Моя мама, когда я ей всякий раз говорила о том, что «Мам, не надо жаловаться на здоровье», говорила мне, «Ну вот ты вырастешь, когда станешь постарше, вот и посмотрим, будешь ты жаловаться или нет, посмотрим, как ты будешь о себе говорить». Тем самым, мама, не понимая этого, программирует меня, программирует меня на то, что когда я стану старше, то я обязательно буду чувствовать себя плохо. Вроде как самочувствие, будто бы, да, самочувствие и возраст – это прямо пропорциональные, зависимые друг от друга вещи. Но это не так. Есть полно молодых людей, которые всю жизнь себя чувствуют плохо. И много взрослых людей, да, скажем так, уже зрелого возраста, которые чувствуют себя при этом прекрасно. Потому что прежде всего наш настрой находится в нашей голове. Я хочу, чтобы вы осознали, что каждое слово, которое вы произносите, имеет смысл. Каждый раз, когда вы плохо себя чувствуете и говорите «я болен», вы тем самым подтверждаете свою болезнь. Каждый раз, когда вы жалуетесь на то, что у вас нет денег или вам недостаточно, вы тем самым только притягиваете этого еще больше. Каждый раз, когда вы говорите, что нет работы, нет возможности развиваться, плохое время, вы тем самым притягиваете в свою жизнь ситуации энергию, которая помогает вам видеть все именно в таком критическом свете и создавать вашу реальность так. Но что же говорить тогда? Что говорить, если я заболел? Говорите «я выздоравливаю». Я нахожусь в процессе выздоровления. Как ты себя чувствуешь? Я себя чувствую с каждым днем лучше и лучше. Если наступают такие моменты, когда вам действительно хочется похандрить, вы понимаете, что у вас такое состояние, вы устали, накопилось, бывает, вы живой человек. Но почему бы вам в этот момент не сделать паузу и не закрыть свой ротик? Перестать произносить что-то, что сейчас хочется произнести. Вместо того, чтобы делиться этим с друзьями, лечь и поспать, посмотреть хороший фильм, что-то приготовить, как-то отвлечься, банальным образом побыть с собой, пойти погулять с собакой в парк, порисовать, не знаю, порезать что-то ножницами, найти миллиард психологических способов разрядки от таких ситуаций, вместо того, чтобы сесть и начать плести себе паутину, в которую вы обязательно в результате сами попадете, и затем вам придется расчищаться от нее. Научитесь понимать, что вам выгодно подбирать лучшие слова для себя. Я богатею, я выгляжу прекрасно, я стройнею, у меня прекрасное настроение, я всегда чувствую себя круто, классно, я притягиваю к себе лучших друзей, лучших мужчин, со мной всегда происходят только приятные случаи. Я человек удача, я всегда притягиваю удачу, мне всегда и во всем везет, я везунчик по жизни. Не надо доказывать своим друзьям, знакомым, которые говорят, что вам повезло, что вы тяжелый пахарь. Ты не понимаешь, как все в жизни, мне сложно достает. Ты думаешь, мне везет? Конечно, естественно, да. Я лично вообще lucky woman. Я просто всегда притягиваю удачу, мне все достается легко, все приходит в мою жизнь легко. У меня на пути встречаются лучшие люди, у меня всегда классно покупают все мои продукты, меня с удовольствием смотрят потрясающие зрители, кстати, подписываются на мой канал, и ставят лайки. Я везунчик по жизни. Говорите о себе так. Не утяжеляйте свою жизнь. Не создавайте себе заведомо сложные программы. Не придумывайте себе сложностей. Не давайте воле своей фантазии придумать для себя испытания. Нет. Начните говорить и думать о себе так, как вы хотите, чтобы с вами происходило. И даже если первое время вам будет казаться, что вы сошли с ума, ну ничего страшного, побудьте немного сумасшедшим. Это точно стоит того, чтобы в результате получить ту жизнь, которую вы желаете. Ведь вы однозначно достойны гораздо большего. Но вам нужно решить, что это большее, и начать об этом говорить. Вместо того, чтобы посмотреть на себя в зеркало и сказать, о господи, как я ужасно выгляжу, какие синяки, какие морщины. Скажите, я выгляжу прекрасно. У меня прекрасная, ухоженная, красивая кожа. Поговорите со своими волосами, которые выпадают, и скажите, волосы, я вас так люблю. Вы такие роскошные. Вместо того, чтобы расчесывать свою дочь и говорить, что у тебя в голове три пера, скажите, у тебя роскошные, густые, прекрасные волосы. Да, они вырастут, они станут еще толще. Я каждый день их расчесываю и вижу, как они становятся лучше и лучше. Каждая наша клеточка слышит нас. Вы можете в это верить или не верить? Это всего лишь, всего лишь вопрос вашего выбора. А я снимала вам видео про выбор и говорила, что именно выбор определяет то, что в результате мы будем иметь. Именно мы выбираем, что мы хотим. Именно мы выбираем эти предпочтения, никто за нас. Поэтому подумайте об этом на досуге и попробуйте составить список, понаблюдать за теми словами, которые вы произносите, записывать их и ставить для них замену, думать. А как бы я могла использовать эту фразу по-другому? Включить свое сознание, поставить свою тетю Глашу дежурной, сказать ей, Глаша, напоминай, пожалуйста, контролируй, я хочу изменить свою жизнь. Я готова это сделать. Но если вы готовы это сделать на самом деле, конечно же, я приглашаю вас к себе на марафон Рерайтер жизни. Это марафон, где мы с вами с одной стороны пишем книгу о жизни своей мечты, создавая свою реальность, понимая, какую жизнь мы хотим. С другой изучаем, как работает наш мозг, каким образом мы управляем своими мыслями, какие техники мы можем для этого применять, и таким образом, пока мы создаем свою реальность и визуализируем ее в книге и в своей голове, с другой стороны, мы понимаем, как этого достичь в реальности. И помните, что реальность вещь субъективная, она может быть любой. Просто наша с вами задача понять, как это работает, осознать, чего мы хотим, и тогда мы непременно это получим. Если вам понравилось мое видео, поставьте, пожалуйста, лайк и оставляйте свои комментарии. Я также буду рада вас видеть на своей странице в Инстаграм, на своих марафонах, ну и, собственно, желаю вам классного дня. Пусть в вашей жизни все получается именно так, как вы того пожелаете. Выбирайте для себя лучшее, а все остальное оставьте кому-то другому, кто не смотрит мои видео.